Привет, дорогие друзья! Привет, дорогие зрители! Ну и чудо-комментаторы моё отдельное. Вам здравствуйте! Ну что ж, поговорим о мисс Вонг. Вот это то, что произошло у неё на канале. Ребята, вот этот вопиющий случай для меня это реальное разочарование какого-то года. Я считала, что только Самвел умеет пробивать дно. К Диане особо я там не присматривалась, но видела, что девочка недалёка, не обременена интеллектом. Ну что от неё взять? Что от неё хотеть? Ну она молодец! Дно пробило очень чётко. Походу ролик ещё не сумела удалить, почистить, либо ограничить доступ к комментам. Поэтому все пишут, что хотят и как видят эту ситуацию, то, что произошло. Видимо, девочка сейчас либо в полёте в Египет и, не имея интернета, не видит, что происходит у неё на канале, либо отдыхает и точно так же не мониторит собственные комментарии. В тот момент, когда, в принципе, сейчас все должны в комментариях поздравлять её с Рождеством, Диане хватает негатива, как собака-блох. И даже, в принципе, почитатели, скажем так, её канала, и те пишут о разочаровании. Что же произошло? Рождественский вечер, да, святый вечер, когда все носят крестники к утюб крёстным, приехал к ней родик. Её крестник и по совместительству племянник. Ребята, ребёнок стоит в тамбуре, уже раздетый, пытается снять с себя обувь для того, чтобы идти к крёстной в гости. Что в этот момент делает Диана? Она ему чётко говорит, ты куда собрался? Зачем раздеваешься, снимаешь с себя обувь? Типа, одевайся обратно, вот тебе подарок, рассказывай мне стишок и до свидания. Ребята, вдумайтесь, не впустить ребёнка даже на порог собственного дома. Вы знаете, даже когда просто приходят к тебе посторонние люди, да, колядовать, либо щедровать, ты всё равно их запускаешь через порог, не держишь людей в общественном тамбуре. Здесь так это чужие дети, да, чужие люди. Здесь родной племянник, родной крестник. И вот она так, да, от него сразу на дистанцию. Я думаю, там даже родители в шорохе были. И типа вот тут стой в тамбуре, рассказывай стишок, на тебе подарок, и кишки в зубы, и на выход, скажем так. Ребёнок сам стал в шоке и продолжил разбываться, снимать с себя обувь, раздеваться, да, заходить. Опять-таки его остановили. Ну и ребёнок поинтересовался, что происходит, на что Диана ему объяснила, что они уходят в гости к друзьям. Родик в это даже не поверил и начал уточнять, каким именно друзьям собралась Диана вместе с Лошиком. Ответа вразумительного и внятного никто не получил. Диана начала путаться, пытаться объяснять, кто это, но так и не смогла объяснить, потому что все адекватные люди давным-давно прекрасно поняли, что у этой семьи нет друзей. И они друг другу две лучшие подружки, две девчонки, ну как по мне, Лёша и Диана. И поэтому даже объяснить вразумительно она ничего толком не смогла. Ребята, ну дальше это уже было вообще ещё одно пробитое дно. Ребёнок, конечно же, рассказал колядку какую-то, ему вручили подарок. И когда ребёнок начал распаковывать этот подарок на полу, то есть выкладывать эти все конфеты на пол тамбура, у меня был шок. Я думаю, даже все пришли в какой-то ступор и негодование. Но для Дианы это было норма, она его не остановила, не запустила в дом разобрать подарочки, ничего. Мотивируя и объясняя это тем, что они очень торопятся и спешат. Ну действительно, то есть целый день шорхаться, просто бесцельно и глупо снимая контент, у Дианы есть время. Есть время шариться по ресторанам и сидеть ждать, когда же зажгутся на ёлочке огоньки, чтобы зрителям своего канала продемонстрировать красоты Запорожья. На всё, на это девочка время находит. А на собственного племяша, ещё же и крестника, 20-30 минут, конечно же, времени нет. Но опять-таки, когда ребёнок начал вот эти подарки, конфеты доставать и выкладывать на пол, меня поразила реакция Карины. Какое-то полное отсутствие самоуважения и любви. Любви в первую очередь к своему ребёнку, любви к себе, потому что это реально унижение. То есть представьте, на полу ребёнок вытаскивает эти конфеты. Даже Диана попыталась, вернее Карина попыталась это как-то остановить, присела на корточки и пыталась забирать у него в руки эти подарки, чтобы конфеты не оказались на полу. Как по мне, я бы просто не приняла этот подарок, я бы вернула его обратно. Вы знаете, наверное, ну скажем так, даже собакам еду на пол не ложат. Собака ест смыск. А здесь вот такое отношение к ребёнку, ребята, оно действительно пробило дно. Но никто ничего не заметил. Это оказалось всё очень здорово и потешно. Всё нормально, что ребёнок с пола потом собрал эти конфеты обратно. Никого ничего не смутило. Дальше, я так думаю, растерялся Алексей от сложившейся ситуации. Ему стало стыдно и неловко за то, что происходит. И он объяснил, что зашли бы хотя бы на 5 минут. На что Диана объяснила, что у Карины нет время. Оказывается, изначально Карина не планировала находиться у Дианы. Поэтому вот так вот в тамбуре это всё произошло. Вы знаете, ребята, более глупой и нелепой отмазки я на самом деле не слышала. Потому что, если бы даже не планировала, никто бы ребёнка не раздевал. Ему бы просто расстегнули курточку, сняли шапку и до свидания. Все везде планировали находиться. И опять-таки, как бы планировала Карина, не планировала. Ты, как крёстная, просто не могла допустить того, чтобы ребёнок в тамбуре принимал через порог от тебя подарок и на пол это всё доставал с пакета. В любом случае, любая нормальная крёстная завела бы ребёнка в дом, посрать на любых гостей. Подождут 20-30 минут, ничего не случится. На любую ситуацию спешат родители, не спешат. Но никто вот так вот не принимает родных, близких людей в дверях. Тем более маленького человечка, который хотел к тебе зайти в дом. 20-30 минут все бы нашли попить кофе или попить чай, поболтать и уделить время крестнику и племяннику. Здесь, ребята, я была шокирована. Далее меня шокировала Карина. Видно было, что она просто замершая от вот этой неожиданности. Но она молодец, не растерялась, сестричка расцеловалась, пожелала удачного пути, удачного путешествия и будет всем счастье. Вы знаете, я так понимаю, что для Карины это нормально. То есть её это никак самолюбие не задело. Её не задело вот такое отношение к собственному ребёнку. Меня бы, ребята, больше всего действительно бомбануло из-за отношения к моему ребёнку. Да, что он пришёл к крёстным и вот такой результат. Но нет, Карина, походу, всё вытерла. Для неё это норма. Это никак не омерзительно, не отвратительно. Это нормально. И всё, на этом все благополучно разошлись. И, кстати, ещё один момент. Я думаю, что если бы никто не планировал там находиться, никто не планировал заходить к Диане и к Алексею в гости, то элементарно родители бы остановили Родика. Та же Карина сказала, что да, Родик, не надо разбываться, снимать с себя обувь, потому что мы оставаться не будем. Мы зашли поздравить, пощедровать, отдать там к утю, да, и уйти. Но нет, его никто не останавливал в тот момент, когда снимали обувь. Поэтому все нормально, адекватно воспринимали ситуацию. И то, что произошло, это действительно, ребята, как по мне, шок-контент. То есть такого я, конечно же, не ожидала. Интересно, что теперь, как Диана объяснит вот эту ситуацию, которая произошла. И, опять-таки, интересно, чем этот человек руководствовался, когда выкладывал подобный ролик, подобный шедевр. Ну, а теперь, конечно же, ребята, перейду к общему обзору этого ролика, что хочется отметить, очень весёлая парочка. Вот реально, в этой семье вообще, вот мне интересно, люди любят друг друга или только каждый сам себя, а друг друга не обязательно. Вот я смотрю на них, и на самом деле даже не могу понять, кто мальчик, а кто девочка. Такое ощущение, что это две девочки, у которых общая тема. Это парфюмы, ногтики, волосики, кроссовочки, свитерочки, кофточки. Вот это и держит эту семью. Ничего общее больше их не объединяет. Других тем для разговоров, конечно же, нет. Ну и далее Диана нам рассказала. Пришли две посылочки от Фаберлик. Одна ей, а вторая Лёше. Далее продемонстрировали нам пляжную сумку. И Лёша сказал, что сумка от Фаберлик очень стильная. И Диана с ним согласна. Ещё бы она ни была с ним согласна. Как по мне, обычная, я не знаю, какая-то овоська, но восхищение, как всегда, вот очень любит Диана всё вот это, да, так преувеличивать, преподносить. Ну хорошо, хоть это Фаберлик. Они нам рассказали, что это там, я не знаю, супер брендовая вещь. Ну и, ребята, в этом ролике Лёша для меня очень раскрылся. Он действительно под стать Диане. Вот они действительно нашли друг друга и стоят. Почему? Потому что всё-таки, когда парень более наполнен, когда он умственно развит, да, когда ему что-то в этой жизни интересно, кроме волосиков, ноготочков, парфюмчиков и кит, он ведёт себя по-другому. И он не сможет находиться реально с такой пустышкой, как Диана. Для него это будет скучно, пресно, неинтересно, очень однообразно. Вот знаете, действительно, каждый день день сурка. Но он, походу, такой же самый. Поэтому им и комфортно друг с другом. Это две подружки. У них даже и друзей нет, ребят, потому что с ними скучно. Вот посмотрите, насколько они не обременены оба интеллектом. О чём с ними можно в компании посидеть и поговорить. У них, по-моему, единственные друзья, которые есть, это родители Дианы. Ну и далее нам Диана рассказала о своей посылке. В первую очередь она заказала крутую расчёску. Она прям классная и крутая. Далее, ребята, всё это сделала мой день. Ещё она заказала шампунь и нанесла его сразу сегодня, ведь у неё голова была не свежая. И сразу она попробовала, голова теперь как новая. Всё, так, просто душите свет. Нет, я, ребята, больше тупости и глупости, ограниченности в своей жизни не видела и не слышала. И вот здесь маме Ире необходимо бить тревогу. Реально просто бить тревогу. Не зрителей Самвела учить уму-разуму, не маму, да, Самвелом, а заняться и обратить внимание на собственного ребёнка. Ребята, это жесть. У девочки развитие становилось на уровне 12-13 лет. И дальше не шагнула. Я вам хочу сказать, это просто примитив какой-то. Я не представляю, кто выдерживает смысловую нагрузку её роликов, но это для какой-то определённой касты людей, которые наполнены так же само, как и Диана, которые повёрнуты так же само, как и Диана. У меня дочери 13 лет, мне с ней намного интереснее общаться с ребёнком, да, с подростком, чем слушать девушку, которой 25. Это просто очень сильно. Когда она мне рассказала про свою свежую или не свежую голову, и теперь она у неё как новенькая, я поняла силу этого интеллекта. Это просто реально серьёзная нагрузка. И самое здоровое, классное, ребят, в этом всём, что всё-таки Диана не стала преподавателем, не стала учителем. Это просто замечательно. Это действительно событие века, что нет таких преподавателей, как Диана, и они не учат наших детей. Ну и далее, конечно же, показала нам кофточку. Помните из той коллекции, что и брючки у меня? Конечно, мы всё помним. Мы очень следим за коллекциями брючек, кофточек от Фаберлик. И самое главное, ребята, как нахваливают. Вот как все любят халяву и шару. А я объясню, Фаберлик заходит бесплатно в обмен на обзор. Качество просто бесподобное. Но когда покупают за своё бабло, бомбит капитально. Каждый шовчик проверяют. Всё не так. Там Лёша взял кофточку. Кофточка не такая. Слишком импульсивная покупочка. Уже побежали, её вернули, потому что бабло платят. Здесь же нет. Здесь конкретно и всё устраивает. Не надо никакого обмена, ничего, потому что бесплатно оно зашло. За свои кровные так бы не пыжились и не напрягались. Ну и далее нам рассказали. Самая главная, ребята, трагедия этого ролика. То есть не то, что племянник, да, крестник остался за дверью. Нет, это всё плевать. Самый главный трагизм этого всего – упаковка чемодана. Да, Диана его упаковала. Но проблема осталась одна нерешённая. Куда впихнуть всю косметику? Ребята, всё. Я вот реально смеялась полролика. Полролика возмущалась, полролика смеялась. То есть вдумайтесь, девочки, 25 лет. Это поедь ты уже отдохни от косметики. Просто дай своей коже, своему телу отдохнуть, подышать свежим воздухом. Выгуляй свою кожу девственно чистой, без всякой вот этой фигни, которую ты наносишь на своё лицо. Ребята, вы знаете, если бы была взрослая, зрелая женщина, это было понятно, да, уход за собой. Но так девочка насколько неуверена в себе, насколько закомплексована и несчастна, что она настолько запаяна на вот этой всей косметике, на вот этих разных косметических средствах, нездоровая у девочки голова. Вот реально, там вава, и она бобо капитально. Кукусики разлетелись и обратно в стайку не слетаются. И главное, как муж это всё поддерживает. Вместо того, чтобы наоборот ей говорить, что ты прекрасна, красива и свежа, потому что молода. Нет, он нормально. То есть она вот этот чемодан трамбует косметики, а для него это тоже нормально. Походу он сам ей не восхищён, и он сам её не любит. И считает, что действительно благодаря косметике она становится лучше и совершеннее. Но два каких-то ушлёпка, ребят, честно, два ущерба. Вот так они выглядели для меня. Я не представляю, кто этим может восхищаться, но реально вот смотришь на них и понимаешь, сколько у этих людей психологических проблем, сколько комплексов и нерешённых, незакрытых дырок в башке. Вот по крайней мере так это выглядело для меня. Ну а продолжение следует, пока я со всеми прощаюсь. До новых встреч!